Привет, други поклонники бокса! Ну что ж, Сергей Ковалев успешно защитил свой титул WBO суп против Исмаила Силаха. Ну и бой состоялся почти, так как мы предсказали, что Ковалев выиграет нокаутом где-то в середине боя. Но он поспешил и сделал это во втором раунде, да еще не просто во втором раунде, а в первой минуте второго раунда. Так что весь бой забрал 4 минуты. И он сделал это с очень эффектным нокаутом, причиняя ажиотаж среди болельщиков мира. И я, должен сказать, даже один заялый болельщик, где-то из дальнего колодка, отписал мне с такой чисто, я бы сказал, русской широтой. Типа, да что ты говорил, что Силах там клевый боксер? Да этот хохол упал на пол вообще как никто! Знаете, я сам иногда бываю широк в своем суждении, но иногда, никогда настолько широк, я позволю не согласиться. А если ты вырубил того, кто никто, то ты и сам никто. Но если ты вырубил кого-то, кто на этом зубы съел, такой как Силах, то тогда ты кто-то. И Ковалев это сделал мастерски. Это, может, выглядело так легко, да, но чтобы это сделать, надо было быть мастером высокого класса, так, каким является Ковалев. Ну, бой был краткий, да, мы сказали 4 минуты. И тот, кто вообще понимает бокс, видели, что это был образец очень высококлассного бокса. Оба боксера показали такой высокий класс. И первый раунд они бились, в принципе, так, как мы и предсказали. Силах двигался очень красиво, давая много углов Ковалеву, заходя в стороны влево-вправо. А Ковалев, конечно же, мастерски пытался или обрезал эти углы. Так что это была очень, я бы сказал, насыщенная дуэль. И если бы это все продолжалось, так как первый раунд продолжался все 12 раундов, то мы бы, наверное, и не знаем, кто бы еще и победил по решению. Потому что они были очень равноценные. Они нанесли примерно одинаковое количество ударов. И, ну, наверное, Ковалев был более таким лаконичным. А Силах выглядел более, если не эффективно, то эффектно с его движениями. Но потом, когда начался уже второй раунд, Силах сделал роковую ошибку, когда он зашел на линию огня. Да-да. Тот, кто помнит наше предсказание, мы же членораздельно предостерегли для Силаха, что Силаху ни в коем случае нельзя заходить на линию огня. Это будет конец. А он взял и зашел. Помните, да? Как он это сделал? Он сделал шаг левой ногой прямо между руками, в принципе, прямо в Ковалева. И он пытался выбросить его левый боковой. Ну, наверное, это он мог бы сделать против какого-либо другого соперника, но только не против Ковалева. Ковалев парень не промах, и он не зевает. Правый кросс через левую руку он выбросил, через левую руку Силаха, и послал Силаха в очень такой крутой нокдаун. Силах встал, и он согласился продолжать бой, хотя было по нему, что он был очень потрясен. И в следующее мгновение, когда реферит разрешил продолжить бой, Ковалев подскочил, и он показал, в принципе, так как мы предсказали, что он отлично финиширует работу. Ему не надо учить, он четко это делает. Он наскочил и нанес очень четкий, красивый, правый, справа, а потом еще, когда уже Силаха падал, он еще и достал его слева по челюсти тоже, и послал Силаха, летящего прямо в канаты, между которыми он запутался, как рыба в сетях. И на этом вся процедура была закончена. А так это получилось по сценарию, типа, бей своих, чтоб чужие боялись. Ну что дальше для Силаха? Ну, будем надеяться, что он выздоровеет после этого нокаута, и он, я уверен, что еще он сможет побить кого угодно, кроме Ковалева, разумеется, и он даже может стать чемпионом. И, конечно, мы будем молиться, чтобы он выздоровел, чтобы ничего не случилось с его здоровьем. Ну, а что Ковалев? Ну, как мы сказали, что Силах является более опасным, нежели Хопкинс, Шуменов или Стивенсен. И побивая такого серьезного противника, как Силах, и причем так эффектно, Ковалев уже доказал, что он уже самый лучший среди нынешних чемпионов. Да-да, он лучше Хопкинса, лучше Шуменова, и Стивенсена. И после этого боя был, чемпионат продолжался, Стивенсен дрался с Беллью из Британии, 6 раундов. Это был неплохой бой, 6 раундов, пока Стивенсу удалось нокаутировать британца. Но после боя Ковалева с Силахом, уже лично у меня интереса не было его смотреть. Если Сивенсен будет биться так, против Ковалева, то он упадет, наверное, я не думаю, что он выстоит более 2 раундов. Ну, что еще сказать о знамении? Как все знаете, в феврале прошлого... Нет, это еще этого года, да, в феврале этого года произошло падение метеорита над Челябинском. И новая звезда бокса взошла оттуда. Ковалев, а уже как звезда, он может объединить свою категорию и потом перейти в следующую высоту категории и побить всех там. У меня в этом нет никакого сомнения. Да, Ковалев это один из ярчайших, я бы сказал, представителей советской школы бокса. И уже будучи чемпионом мира, он воплощает новую силу в мировом боксе. Знаете? Сила. ЧТЗ. У него, знаете, такой стиль разумной достаточности. Он не делает ничего такого изысканного, скажем, как в силах, но именно вот эта разумная достаточность, он не тратится на всякие там, он не мельтешит. Он делает все лаконично, но очень четко. И именно вот этой силе он мне сильно напоминает Вячеслава Лемешева. Тот, кто не знает, Вячеслав Лемешев был тоже очень ярким. Он стал чемпионом Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Тот, кто с вас не поленится, могут пойти на YouTube и найти его, и посмотреть его бои. Он закончил досрочно все бои на Олимпиаде. Ну, что еще? Ну, знамение, еще знамение, да? Как вы знаете, историю в 43-м году немцы задумали забить Советский Союз на Курской дуге. Да-да. И все знают, что произошло, да? Немцы нарвались. Это было самое крупное в истории танковое сражение. И советские танки Т-34 решили исход боя. Ну, откуда же взялись эти Т-34 танки? ЧТЗ. Челябинский тракторный завод. Сила пришла из Челябинска. Ну, что ж. На этом мы скажем до свидания и до следующего праздникова бокса. Я думаю, что мы вскоре уже узнаем, кто будет следующий соперник Ковалеву, и мы встретимся, поговорим об этом. Я думаю, вскоре. Ура, товарищи!